Всегда все понятно, если на нем пропал давление, вот тогда уже точно пиздец. Всем привет! Меня часто спрашивают, что нужно для того, чтобы заменить мотор. Например, место 42.16 двигателя поставить за МЗ-405.22, евро 2, либо евро 0. И как раз у меня есть такой пример. У меня есть две машины. Это обе газели. Одна, правда, 2006 года, другая 2009. Но на одной двигателе за МЗ-405, евро 0. Но евро 2 он примерно такой же, только с датчиками катализатора и катушки под один разъем. А, и Микас. На этом Микас 7.1, а на 45-м евро 2 Микас 11. Здесь 140 лошадей. И вот этот пример у МЗ-42.16. Вот эта машина 2009 года. Ну, тут небольшое отличие с автомобилем 2010 года Газель Бизнес. Здесь, например, просто две катушки стоит, а не модуль, как на бизнесах. Система охлаждения немножко другая, ну, получше сделана, чем потом после 2010 года делали. И радиатор еще здесь стоит. У нас обычный, как на 405-м моторе. И здесь завода такой же. А на бизнесах у них по трубке с одной стороны уже пошли. По блокам управления Евро 3 точно такие же. Здесь Микас 10.3 стоит. И на МЗ-42.16 Евро 3 тоже пошли блоки управления Микас 10.3. А потом уже, когда с электронной педалью, стали ставить Микас 12, Микас 12.3. И я сейчас расскажу, что нужно для того, чтобы поставить вот этот мотор, 405-й, вместо 42.16. И какие лайфхаки можно применить? Ну, во-первых, на моем опыте, потому что я этих моторов уже переменял в свое время, когда занимался ремонтом автомобилей. Очень много. Это очень распространенная операция. По замене мотора вместо 42.16 ставим 405-й мотор. Я не буду рассказывать именно там про Каминс, потому что тоже вместо Каминс ставили 5-й и 9-й моторы. Либо вместо Крайслера, вместо Штайра. Это тоже мы делали. Принцип примерно одинаковый. Все системы, которые я сейчас расскажу, нужно будет поменять. Ну, и либо что-то переделать, чтобы установить непосредственно мотор. Но сейчас мы поговорим в основном очень о частом, о частой замене именно 5-го мотора вместо 42.16. Вот. И начнем из чего. КПП. КПП у них одинаковое. Что на 5-м, на 6-м моторе на Газели, что на 42.16. Коробки одинаковые. Единственное, что на Газели в бизнес после 2010 года там немножко изменили. Там свой выжимной, своя вилка сцепления. И, естественно, главный цилиндр сцепления и рабочий. Там другой главный и рабочий цилиндр сцепления. На вот этой машине 2009 года все, в принципе, точно такое же. Главный и рабочий. Единственное, что вот этот цилиндр, именно на этом, если мы его выкидываем, ставим 5-й мотор, надо его будет открутить, нарастить трубку или шланг и перенести на ту сторону. Ничего сложного в этом нет. По поводу Газель бизнес 2010 года, у которых немножко другое, другая система сцепления, вот так вот выглядит система сцепления гидравлическая на двигатель ХМЗ-42.16, 2010 и выше. Здесь ничего сложного нет, но, естественно, он стоит. Все. Вы что делаете? В основном, уже на 42.16, на бизнес, стоят вот такие цилиндры бошевские. Это, во-первых, сакс. Ну, а бош, сакс, вот такой системой. Я, например, когда переоборудование делал, меня вот эти моторы, я брал вот этот штуцер, отвозил токарю, он мне его вытачивал по размерам, и здесь нарезал резьбу под обычную трубку сцепления. Ну, она тормозная, и сцепление штуцер одинаковое. Чтобы рабочий оставался одинаковый на пятом моторе, а главный оставался бизнесовский. Все, сюда вставлял, ставил вот это резиновое колечко на место, вставлял сюда, и закручивал трубку, и все. И главный оставался вот этот бошевский, потому что, во-первых, они гораздо надежнее, потому что вот эти вот очень ненадежные, которые, я не знаю, с какого они, с 94-го года стоят, то текут, то новые там какие-то проблемные. И все, и вот с этим цилиндром машина гораздо лучше работает, и сцепление помягче. Вот этот момент переделали. Потом выхлопная система. Соответственно, здесь глушитель с одной стороны, с водительской, по ходу машины с левой стороны. На 42-16 по ходу машины с правой стороны. Вообще, чтобы в заводском исполнении можно купить полный свап-комплект, например, мотор, да, с мозгами, с косой, с воздушным фильтром, с ДМРВ, ну, если вам, конечно, получится так, что вы купите полностью выхлопную систему и поставите это одно. Если нет, то берете, например, от 5-го Евро-3 мотора полностью приемную трубу и полностью глушитель. Он ставится в родные кронштейны, потому что там с той стороны стоит с правой по ходу машины. И все это в заводские крепления все встает без проблем. Потом крепление двигателя непосредственно. А многие меняют вот эту траверсу на 42-16, выкидывают и ставят, ну, типа, вот эту заводскую, которая раньше стояла птичка. Но у этой есть проблема, что они вот так вот здесь лопаются, либо внизу под старого образца подушки. Я, например, так никогда не оставлял, а просто покупал вот эти кронштейны с 5-го Евро-3 мотора. Они сюда крепятся и встают без проблем на вот эту траверсу, которая никогда не лопается, не трескается и все. И вот эти подушки, они как бы гасят гораздо лучше вибрацию, нежели у тебя старого образца. И все, на них все встает в заводском исполнении, и все хорошо. Система охлаждения. Если у вас радиатор, вот здесь два патрубка, просто берете комплект патрубков 405-го мотора и, вот я здесь покажу на примере, вот так вот разворачивать этот один сюда, конец, этот на радиатор. И вот такую трубку обрезаете и соединяете их между собой, и они вот здесь все стоят, все четко. По поводу топливной системы, например, на 5-х моторах она идет с обраткой, топливная рампа и, естественно, насос. Здесь рабочее давление на 5-х моторах 2,7-3 бара давления в топливной аппаратуре, ну, насос выдает. А на 42-16 здесь без обратки идет, и уже насос дает 4 килограмма давления. Многие оставляют так, но выбивают то шланги, то еще что-нибудь. Чтобы правильно работала система охлаждения, нужно с 42-16 достать насос топливный и снять оттуда регулятор топливного давления. Потому что здесь он стоит на рампе, и сколько нужно, лишнее он сбрасывает. Но если вы не хотите снимать бак, потому что какая проблема на газелевских баках? Бывает, что болты либо обломятся, либо их надо высверливать, и в основном попадаешь под замену бака, чтобы снять элементарный насос, если он тем более давно не снимался. А если он все работает, все нормально, просто берется вот такая вот топливная рампа с 405-го евро-3 мотора, 405-24 или 46-24, либо с 409-го без обратки. Все. Ставится она сюда спокойно, на пятый мотор, и все. И вы соединяете трубку, то вы берете кусок трубки, либо просто шланг, надеваете на хомут, и все. И тогда насос можно оставить родной 42-16. Если нет, то выкидывайте 42-16 регулятор топливного давления, либо если он неисправный, то тогда просто меняете в баке насос, ставите от 405-го евро-2. Ну, со своим топливным давлением, и все. И никаких проблем. Фильтры все одно и то же. То есть, ну, естественно, когда вы меняете мотор, все равно фильтры ставите новые. Обязательно всегда покупайте полный комплект, свап, чтобы все было с одной машины. Например, блок управления, все датчики, воздушный фильтр, потому что во многом на 42-16 стоят пластиковые воздушные фильтры, и они, короче, все время ебут мозги. Вот как здесь. Здесь я его доработал, крепления все были сломаны, и я поставил на саморез его, соединил. Вместо вот этого пластикового ставите обычный 405-й воздушный фильтр. Сцепление там все одинаковое, коробка все подходит. Единственное, только если на 42-16 после 2010 года нужно будет поменять вилку и выжимный подшипник. Потому что вилка немного изменена. У меня под рукой нету показать, чем она отличается. Но многие это знают, и можете загуглить в интернете, в принципе, там все есть. По поводу электрики. На машинах, на которых на 42-16 механический дроссель, вот как здесь, вот они шли до 2012 года. То по электрооборудованию вообще проблем никаких нет. Моторный жгут, он же пучок проводки, да, с мозгами, стыкуется разъем в разъем. Но вам не нужен ни электрик, ни хера никто. Сами просто переставили, и все. Тут даже вот провода по цвету одинаковые. Вот красный, розовый, зеленый, желтый. Соответственно, здесь то же самое. Красный, розовый, зеленый, желтый. Просто разъемы эти сняли, жгут моторный, он у вас, ну, то есть, например, в комплекте с мотором, и все. И здесь его перестаковали, и все, у вас двигатель запустится, все, никаких проблем. Если уже у вас мотор Евро-4, то здесь вот этот конструктив немножко другой, там и мозги другие, то понадобится электрик толковый, либо есть схемы в интернете, я сам разбирался, и сам все потрошил, и уже каждый прозванивал все, что куда идет. Например, вот этот постоянный плюс, зеленый плюс от зажигания, электробензонасос и так далее. Все схемы в интернете есть, но лучше обратиться, конечно, к толковому электрику. Потому что все же специалисты сами, особенно водители на «Газелях», мы все умеем, а потом приезжает то это не работает, то то. И когда переделка, это гораздо хуже, ну и сложнее, после кого-то, кто там нахуй вертел, или мозги спалил, второй или третий уже по счету, когда все соединяли, а машина не работает. Так что к этому, ребята, отнеситесь повнимательнее. Но если у вас именно вот машины с 2009 по 2012 год, все это меняется, просто разъем в разъем, вообще никаких проблем, все четко. Соответственно, шланги на печку тоже, ничего сложного нет. Здесь подача идет от блока, с блока идет сюда на нижний, обратка идет на помпу, там трубка есть, и она вот сюда возвращается. На 42.16 подача, либо на новых версиях, она идет в корпус термостата подача, либо вот оттуда сзади станчика. Ну, соответственно, также все это перекручиваете по трубке, шланге. Это ничего сложного нету, можно все это загуглить, посмотреть, как это все работает. Если автомобиль у вас с гидроусилителем 42.16, а вы ставите пятый, соответственно, насос надо тоже менять. То есть, берете от 4.6, от 5.5, с Волги, например, насос Гура. Если мотор вам продает, ну, вы его приобрели без насоса Гура, то его покупаете отдельно. Берете сам насос и в сборе с кронштейном. Кронштейн я вот могу показать, как он выглядит. На 42.16 он примерно в этом месте же также стоит, только он немножко другой, он крепится к креплению к подушке. А вам надо купить вот такой кронштейн на всех на шестых, на пятых моторах. Вот это место подкрепления его есть. Все, ставите сюда. Кронштейн ставите, насос под шестой, под пятый мотор. Берете ремень 13.70 и все, и вы с Гуром. Шланги, штуцера, все это подходит. Есть единственный момент, если вы оставляете родной шланг гидроусилителя от 42.16, там надо кончик подточить, потому что штуцер толком туда не садится. Но это вам понадобится просто напильник, подтачиваете и все, штуцер закручиваете. Либо просто меняете шланг высокого давления с гидроусилителя, берете, например, от пятого мотора, который в Газели шли с гидроусилителем, либо Валдаевский, кстати, туда четко подходит. И все, устанавливаете, а остальное все, в принципе, работает. Насоса хватает, ГУР бизнесовский. Если он там ZF у вас или Bosch, все давление вполне нормальное, и все гидроусилитель работает. Прокачиваете сцепление, заливаете жижу, и все, никаких проблем. Да, единственный еще момент, почему в основном люди переходят. Вместо 42.16 ставят пятые моторы. Ну, во-первых, он мощнее. Здесь 140 лошадей, а на 42.16 там 107. Ну, как, например, для короткой машины, для цельнометаллической, либо для трехметровой, его вполне хватает. Я сам эксплуатировал на всех моторах автомобили Газели. Ну, сейчас какая мода. Ну, кто полторы тонны грузит? Никто. Все грузят чуть больше. Там 2, 3, 4, 5, 8 тонн. А еще делают из машины, она была трехметровой или 4, 20, а делают пятиметровой, еще плюс прицеп там на ней. И, конечно, этот мотор 42.16 слабоват, и в основном он греется от большой нагрузки. И у него блок алюминиевый. Ну, немножко конструктив такой слабоватый. У этого, соответственно, ресурс побольше, у пятого мотора. И поэтому их ставят. Недавно я, у меня ребята приезжали, приобретали мотор 49-й. А машина 15-го года у них, Газель, 42.16 мотор. Он поставил рефражератор на нее, будку, сэндвич поставил. Все это гораздо тяжелее, она уже пустая, там 3,5 тонны весит. И говорит, в гору я на второйку как забрался с кондиционером, ну, с рефражератором. И говорит, он не тянет. Хочу поставить пятый, либо девятый. Ну, у меня был на тот момент девятый мотор. Ребята поставили девятый. В принципе, все то же самое. Единственное, если с УАЗика вы ставите девятый мотор, то вам нужно от пятого, либо от шестого поставить колокол сцепления под коробку. И, в принципе, все. Можно оставить и девятый коллектор, и инжектор, но он чуть-чуть поменьше. Но многие сейчас переходят от этих коллекторов, ставят девятые, маленькие. Они с ними как бы поровнее работают, и разряжение в коллекторе получше. И едут поинтересней. Остальное все, в принципе, все то же самое, что девятый поставить, что пятый. Единственное, только на девятых у них коллектора другие тут. По три шпильки надо менять выпускной коллектор. Под пятый, чтобы поставить на газель. Либо, если оставлять четыре с девятой, по три шпильки. Он более компактный, но нам надо тогда уже кулибничать, переваривать трубы, флянцы. Я считаю, что в этом смысла нет, проще снять коллектор. Или вообще сейчас, на данный момент, вот этот коллектор все выкинуть вместе со штанами. И поставить паук 4-2-1. Я на своей газели, потому что хочу это сделать. Убрать, например, вот этот вес, вот эти все лишние соединения, и поставить именно паук. Еще одна причина, по которой меняют эти моторы, потому что вот эти ГБЦ, когда их часто перегревают 2-3 раза, у них более маленький ресурс, и чаще всего микротрещины на них бывают. Ну и, соответственно, они лопаются. Здесь, как бы, ресурс у этого мотора гораздо побольше, но и цены на ремонт гораздо дороже. Например, вот эта головка сейчас стоит где-то от 35, наверное, до 55 рублей. ГБЦ. Ну вот это вот от 20 до 30. Смотря какой производитель. Ну, на газу примерно одинаково, что здесь колпаны горят, если там что-то плохого качества газ, либо зажигание там что-то, либо программа неправильная. Потому что многие прошивают, и проблемы с зажиганием, и горят колпаны. Здесь они то же самое, но, как бы, на них ресурс больше. Я, например, например, сторонник заводского мотора. Как бы, вот если бы у меня на газеле, на полноприводной, стоит двигатель 406-й карбюраторный. Вот для бездорожья я бы все-таки взял вот такой, оставил бы себе мотор. Ну, во-первых, я веса не вожу, у меня машина цельнометаллическая, коротенькая. Все, там нагрузки особо нету такой. Но здесь крутящий момент повыше на этом моторе. Например, для бездорожья он будет получше. Ну, или будет здесь по городу там ездить, по деревне. Это как бы мотор более оборотистый. И, например, по трассе, затяжные горы, все-таки он себя лучше ведет, нежели 42-16. И плюс, если тут рефражератор, все-таки разные там нагрузки. Машина длинная, тяжелая, все-таки ему это слабоватый мотор. Он с УАЗика. Его поставили на газели, сейчас там экономические, политические дела. Что-то где-то какой-то завод продали, туда-сюда. И они начали ставить на газель 2009 года. Вот эти 42-16 моторы. По сути, замены вообще никакой сложной нету. Особенно, когда не нужно переделывать электрику. Это можно сделать все самому. На стоянке, где-то на улице, либо у себя, если есть гараж. Нужен только гидравлический гусак, либо трое-четверо человек. Так, снять один мотор, все раскрутить, все приобрести необходимые запчасти, кронштейны, выхлопную систему переделать, патрубки системы охлаждения. И все это перекручивается элементарно. Еще раз повторюсь, что нужно. Переделать выхлопную систему, топливную систему, систему охлаждения и электрооборудование. Ничего здесь сложного совершенно нет. Лучше, конечно, покупать на разборке. Но если все это покупать новое, это очень дорого. Потому что, во-первых, новый мотор там 200 рублей. Выхлопная система под десятку. Новое, естественно, все это гораздо дороже. А бэушное, ну, естественно, нужно искать, конечно, более качественные запчасти на разборке. В идеале, конечно, если мотор стоит на машине, чтобы его можно завести было. Послушать, как он работает. Посмотреть давление, компрессию. Если все вас устраивает, небольшой пробег, то тогда можно приобретать. И в основном на машинах это серийные моторы, которые, ну, более-менее качественные. Они уже поездили. Потому что много раз было, что с магазина покупаете новый двигатель. А он либо с каким-то заводским браком, либо еще с чем-то. Потому что двигатели, которые идут в магазин, они по каким-то причинам, если это заводские моторы, не пошли на конвейер. Либо сейчас еще у нас много очень китайских запчастей и моторы в сборе. И тот же ЗМЗ мотор делают в Китае. Однорядная цепь. Там кольца из трубы поршневые, там нарезанные. И качество не очень. Потому что я за свою практику менял несколько раз новых моторов. Ставлю с магазина. Клиенты привозили. Мотор с магазина новый. А он через 15 тысяч у человека начинает жрать масло. Либо рвется цепи. Потому что на заводских моторах, которые на машинах, там уже двухрядные. Либо кто-то уже вместо однорядки, если машина свежая, там поменял, поставил двухрядку. Но на новых моторах всегда однорядная цепь. И, соответственно, вы купили дорого новый мотор. Все думаете, будете ездить и петь песни? Ни хера. Можно на нем въебаться хуже, чем вы купили старый бэушный. А если еще в идеале, конечно, взять более-менее хороший качественный мотор. Стандартный, который не вскрывался. Что у него цилиндры. Все в хорошем состоянии вскрыть. Провести профилактику. Поменять расходные материалы. Ремни, цепи ГРМ. Посмотреть, что там. С поршневой, с колечками, сальнички. Все замените. Все вы поставите. И будете ездить долго и счастливо. Ну, здесь, соответственно, тоже. Но мой совет. Например, мой, да? При замене там моторов. Вы сначала попробуйте. У кого-нибудь вот и вы ездите на 42-16 моторе. Возите груз. Там затяжные горы, подъемы. Неважно. У кого-нибудь сядьтесь на 5-й мотор. На нем прокатитесь. Устроит ли вас это? Если вам понравится езда на 5-м моторе. Как он тянет. Какой у него расход. По сравнению с 42-16. Тогда уже принимайте решение по его замене. Потому что... А то вы ввалите там кучу бабла. Эффект вас, ну, то есть не порадует. И пожалеете. Ну, нахуй я его поменял. И тем более сейчас... Нужно брать по-любому двигатель с ПТС. Либо чтобы его можно было переоформить. Потому что в разных регионах разные законодательства. У вас, например... Там мы поменяли мотор. А переоформить или машину надумали продавать. У вас это не получится. Потому что мотор либо без документов. Либо хуя знает откуда он вообще взялся. Так что этот момент обязательно проверяйте. Уточняйте, пробивайте двигатели. И иногда овчинка просто выделки не стоит. Лучше остается на заводском моторе. Его можно, в принципе, доработать. 42-16 двигатель. Чтобы он не грелся. Тянул получше. Например, у меня на УАЗике стоял вот такой мотор. На бортовом. Я именно стоял 42-16 мотор. Потому что я буду ездить по бездорожью. Но узнал об этом. Но я его доработал. Увеличил мощность на нем. Поменял там распредвал. Поменял мозги. Поставил двухпрограммные. Все прошили, оттестировали. Поменял там 6 у него ГРМ. Рассчитал камеру сгорания. И мотор, в принципе, тянул вообще неплохо. Я его грел много раз. И проблем у меня с системой охлаждения не было. Самое главное, когда вы, если перегреваете двигатель, вы перегрели, остановили, заглушили. Ни в коем случае туда не лейте воду сразу. В ледяную, в горячий мотор. Иначе у вас 100% будет микротрещина. Либо головка лопнет, либо гильзы отслоятся от блока. Это не важно. Здесь гильзы не отслоятся, потому что здесь чугунный блок на этом моторе. Но головка лопнет 100%. Так же и тут. Так что вот к этим моментам отнеситесь повнимательней. Ну, а по сути замены ничего сложного нет. Если какие-то вопросы будут, вы напишите в комментариях. Вдруг я что-то там не объяснил, но, по-моему, я все рассказал. Я всегда отвечу. Радиатор, естественно, ну, то есть это все взаимозаменяемое. Можно оставить родной и бизнесовский. Они тоже нормально работают. Ничего сложного нет. Естественно, патрубки только надо будет поменять. По топливной аппаратуре понятно. Если вы не хотите снимать бак, вытаскиваете с бензонасоса регулятор топливного давления, просто поставьте от 405 евро 3 топливную рампу и все. Без всяких колхозов, без всего будете ездить. Многие еще переживают там за щиток приборов. Щиток приборов, они в принципе разные, но все будет работать и показывать. Вот такие щитки приборов стоят на пятых моторах. Единственное отличие, что на 42-16, сейчас я покажу, нету стрелочного датчика давления масла. Там остается только лампочка. Ну, лампочка будет работать. Что, если лампочка загорелась, значит пиздец. Потому что на тех щитных приборов датчики все время пиздят. Вот. У вас останется такой щиток приборов, но здесь будет только лампочка. А проводок, который вот сюда идет, в принципе можете, ну то есть оставить его на мотор, прикрутить, но он не будет показывать. Вот. Можно отдельно будет вывести, например, датчик, поставить тройник, где выход масляного радиатора. Либо, если вы поставили тот мотор, вы просто отдельно вынесете, купите, можно купить отдельно датчик давления масла, ну то есть отдельно, куда-нибудь на панель, и подсоединить, и у вас будет стрелочный, либо цифровой. Либо вообще, у меня, например, на УАЗике, и многие делают вот и на Валдае у нас на эвакуаторе, и вообще многие ребята ставят механический датчик давления масла, который не показывает всегда непосредственно то давление, которое есть в моторе. Просто закручивается сюда шланг, выводится на панель механический датчик давления масла, и у вас всегда все понятно. Если на нем пропало давление, вот тогда уже точно пиздец. А так, в принципе, ничего сложного нету по замене именно моторов. Ну, а это то же самое касается, например, если вы будете менять с Каменс, будете выбрасывать двигатель Каменс дизельный, ставить пятый мотор, все то же самое. Единственное, только коробка от Каменса не подойдет. Там первичный вал длиннейший на 4,5 см, но вы снимаете свою коробку, на которой стоял двигатель Каменс, меняете первичный вал, ставите от 405-го, от 46-го, либо от 402-16, ну, КПП. Первичный вал меняете, и все, и коробка встает на место. Только так же меняете подушки, траверс, система охлаждения переделывается, по трубке это ничего сложного. Но там надо будет поковыряться с электрикой, либо, чтобы самому это сделать, а где основной пучок подходит, да, в сборе, вот этот вот. Вы его там снимаете, ставите полный комплект проводки от бензинового мотора, и все, и у вас счастье. Там все разъем в разъем, но только, естественно, это дополнительные затраты. И на каменцах у них, ну, то есть на дизельных моторах у них ТНВД, но в баке погружная, ну, то есть модуль без насоса. Просто вы достаете этот модуль, ставите туда турбинку, либо полный, берете электробензонасос от пятого мотора, ставите туда, и все, и поехали. Только вот с электрикой. Нужно будет помаркетанить, но лучше, конечно, обратиться к толковому электрику, который все это сделает грамотно, нормально, ничего не замкнет, у вас не сгорят мозги, либо еще что-нибудь. А так ничего сложного нет. Вот такое небольшое, коротенькое видео по поводу замены двигателей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы по поводу переоборудования или вообще любого ремонта, какой вас интересует. Я постараюсь все рассказать, объяснить, потому что моя практика очень большая была по ремонту автомобилей Газели УАЗ. Конечно, я устал от этого. Блин, ну его нахуй. Но если вы попросите, то мы, конечно, все сделаем, объясним и расскажем. Так что, всем добра. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok